Ну и вечером приятно посмотреть на Ленин, где-то такие бревна и закидывали, да. Сейчас мы идем в том же доме на одном объекте, но вторая печь это уже отопительная банную мы посмотрели, а это отопительная каминная печь, да, то есть тут будет готовить, обогревать дом. Да, здесь будет, вот это будет топка с большим проемом, со стеклом, здесь будет духовка стоять по просьбе заказчика. Сад, бросается в глаза, да, это задвижка. Знаю для чего, но расскажи о задумке, то есть, так скажем, снизу если пойдем, да, для чего задвижка здесь стоит, какой функционал она несет. Задвижка. Открываем, это идет подача воздуха с улицы, то есть у нас под домом проложена труба 180, она проложена и выведена под саму печь, она сделана не для самой печи, ну будем говорить так на 100%, она сделана для этой трубы. Что эта труба означает? Когда печь будет закончена, когда печь будет закончена, весь основной воздух будет заходить с улицы и попадать в эту трубу. Факел у нас будет обогревать. Для чего нужен этот воздух? Этот воздух заказчик хочет, чтобы всегда свежий воздух поступал ему в бассейн. Ага. Ну, то есть, это именно для этого? Стоп, этот воздух не будет поступать? Нет, у нас сделано так, что если ты хочешь его добавить туда, он тоже будет туда подаваться. Ага. На самом деле. То есть, это приточка, которая работает, когда работает печь, правильно? Да, но даже если она не работает, ты откроешь вот эту задвижку, то есть, у тебя холодный воздух с улицы пойдет сюда. Но они ей не будут пользоваться, зачем он нужен просто такой холодный, потому что, если наступит зима, он просто сильно, сильно тянет. Мы сейчас ее закрыли, здесь на самом деле он просто вот так вот так вот дуло, да. Когда мы еще поставили трубу, там труба, и здесь труба, и сразу у нее получилось такое физическое свойство, тяга такая. Так, ну, если уж мы коснулись труб, да, ладно, это приточка теплого воздуха, ну, кислорода, да? Да, в бассейн. Вот эти трубы, это то же самое или это что-то другое? Это другое. Теперь вот эта труба, вот эта труба. У меня вот здесь с этой стороны есть отверстие. Вот оно, отверстие. Это влажный, плохой воздух, когда тут будут люди купаться там. Плюс, так как у нас там находится еще парильное отделение, когда люди будут открывать дверку из парилки, то есть часть пара, часть тумана будет заходить сюда, в бассейн. Так как у нас там будет тоже стоять дверь. И, ну, и заказчик попросил, как можно избавиться от лишнего, ну, ненужного, будем сказать так, грязного пара. Потому что здесь вода будет теплая, ребятишки там будут все время купаться. Ну, и пришла такая задумка, что когда вот здесь будет подниматься пар, вот эта труба нам загоняет чистый воздух, начинается циркуляция. То есть тяжелый пар, нехороший, это то же самое, как в парилке. Он будет вот сюда, мы будем еще делать рукава, он там по низу, который по вентиляционному каналу по низу. Вот эта труба будет закачивать воздух, вот это и вот это. Они стоят на самом деле внизу в печи, они стоят под углами. То есть они подрезаны там вот так вот, чтобы поток воздуха заходил четко сюда и четко в эту трубу. Хотя они вроде здесь стоят, они не вроде, они стоят в одной плоскости. Сейчас они просто закреплены, но на самом деле они будут стоять четко горизонтально по уровню. Вот. Вот эта труба, значит, что он хочет? Вот этот плохой воздух. Сырой, влажный, да? Сырой, влажный, да. Так как дом у него из кругляка, его нужно увлажнять, он не должен сохнуть. Так как он знает о лесе все, и он попросил, чтобы увлажнить с этого бассейна, чтобы вот здесь лишнее убирать, лишнюю влагу прокачивать через печку. То есть когда эта труба будет нагреваться, она будет выдавать конвекцию туда наверх. То есть на самом деле будут ставиться рукава и распределяться по периметру второго этажа. А вот эта труба, она идет под углом 90 градусов, она будет просто при начале топки, она будет давать теплый воздух сюда из бассейна. Ну то есть она получается будет прогретый и влажный воздух, да? Так? Ну если он будет влажный, влага же у нас не денется, она просто наверно нагреться. Ну она да, вон под потолок туда уходит, чтобы увлажнить сам кругляк еще. То есть он говорит, я сам не приветствую, он понимает, он много смотрел там, да, он внутри печи, но говорит, не это надо вот такую. То есть он мне много говорил, я обращался к печникам и никто не захотел заморачиваться с такими трубами, то что, ну, в плане того, что не могли понять, как это потянет, как та потянет. Теперь понятно, а то я нахожу голову, ломает труб и торчат, для чего? Да, да, да. Так, ладно, идем дальше. Теперь у нас есть котел, правильно? Котел, да. Будем, это для полного дома отопления? Достаточно его будет? Это вот, да, это на первом этаже он хочет раскидать. То есть у него будет аккумулятор на 2 тонны, энергоаккумулятор, находиться будет он у него вон там в гараже, утепленный, так же, как на втором этаже мы смотрели, бак. И он хочет еще поставить его на секцию. То есть я это все ходил, смотрел, вот как вон те секции, да, то есть мы это все рассчитывали с людьми. То есть заказал я вот этот котел, поставили, то есть это должно все заработать. То есть здесь будет 2 колпака, грубо там колпак, да? Да, это будет в колпаке, да. То есть вот подвертка. Да, здесь я буду делать одно хайло, здесь второе хайло, здесь у меня, вот здесь байпасы, там байпасы будут стоять, которые будут вот сюда опрокидывать факел, они будут уходить. Там подвертка будет стоять, вот это будет подъемный канал, у меня он с той стороны, там 3 подъемных канала. и колбаки то есть ладно по металлу вроде понятно то что сейчас глаза бросается так по подачи воздуха саш подойди поближе вот здесь интересно посмотреть как у нас кислорода подается в топлив не откуда какие-то скажем да там отверстие там отверстие там отверстие вот если я сейчас уберу кирпич уже нет вот меня у здесь стоит у такая учили на стоит по всему периметру то есть я рассчитывал эту щель она не просто так сделала на щель там ее можно больше сделать тут а меньше делает на самом деле это все расчеты по сколько зайдет воздуха отсюда сколько зайдет в эту щель сейчас мы в компании печной мир заказали такие две декоративные красивые такие задвижки такие с рамочками с аккуратными они будут вставляться вот здесь вот в складочку здесь будут у меня выпил то есть вот заказчик будет пользоваться и он будет видеть по горению то есть он понимает как горит либо быстрее либо помедленнее либо в режиме камина ты открываешь у тебя поток воздуха начнет идти сюда и сюда с этой стороны сделано то же самое и то есть вот этот воздух он идет у меня по периметру всей топки то есть сделал вы выходу здесь вот тут на колосниковые решетки так как у нас у всех привычка почему я сделал именно здесь угла выхода так как у нас здесь лягут колосники и всегда люди пытаются накидать дрова поглубже да будем говорить здесь собирается угли чтобы не было сильного перегрева у нас будет идти воздухом сюда сюда и плюс вот такие трубки они будут на самом деле по разной высоты везде вот эти трубки потом они будут у меня запиливаться вот под такой конус чтобы создать еще сильнее поток воздуха какой первичный вторичный скажем больше вторичным это уже до первичный воздух это вот будет когда эти откроешь это уже будет как вторичный воздух а колосниковая решетка будет лежать на чем а вот она сейчас я покажу здесь на самом деле еще не доделано потому что он там еще сейчас вырезаться будет шахта вот колосниковая решетка реагирует вот здесь то есть я сюда не стал делать то есть ну как бы под углом шахта она здесь не нужно и станут у меня он здесь вот так вот у трубки здесь у меня пойдет под ну под углом тут не будет 45 здесь меньше будет угол да он второй колосник они четко размечены они ложатся чтобы вот этот колосник охлаждался потому что у нас здесь очень сильно углификация и закладка дров здесь будет сразу 50 от 50 до 60 килограмм дров ну и розыгрыш здесь будет сверху не снизу понятно задумка теперь вот протопленный елка елочки елочный топливный нас здесь специально сухие швы ну где здесь да на самом деле здесь раствора нету они сухие швы я сделал здесь немного по-другому здесь у меня вот здесь есть не в каждом месте я сделала сделал маленько по принципу банной печи по принципу банной печи если бы допустим здесь было два ряда и она была бы на падение я бы их разогнал как обычно делаются сухие швы здесь я этого делать не стал по одной простой причине у меня вот здесь в эти места там заведенный воздух будет вот сюда он бить в канал вот я сейчас у меня такая задача мы тоже смотрели думаем обвязку что-то сделать потому что ну уже с тем как бы стой топка это было но сейчас сам концепт елочного топливника что он дает что он дает могу объяснить что он дает во-первых если взять физические свойства до которую мы понимаем в горении это называется кондуктивное или нет и когда мы разжигаем огонь у нас что получается молекулы ударяется если допустим мы топку собираем вот так вот тут вот на ребро кирпич стоит да то есть мы уложим полено она у нас прилегает с этой стороны она у нас никогда не будет гореть пока она не обгорит с этой как бы самопроизвольно кислород кислорода не туда теперь в процессе горения у нас везде идет кислород воздух во всех вот этих каналах теперь мы берем допустим любое полено как бы ты его не ложил у него нету полного прилегания и она начинает гореть со всех сторон это раз во вторых когда если мы открываем подаем большое количество воздуха у нас начинается сильное горение то есть факел очень быстро горит до подымается температура что при этом происходит у нас происходит кондуктивное горение то есть у нас молекулы начинают тут она ударилась до полетела вот сюда теперь она отлетает вот сюда то есть от угла к углу и она мечется при кирпич когда лежит вот так на ребре то есть она ударилась полетела упала и и унесло здесь грубо данным простым языком то есть есть как инфракрасная тоже до излучение из для вот так то оно бьет стенки друг на друга да то есть она не она остановиться не может но она наверное не она наверное просто там и останется а но там и останется до 0 этих стен то есть мы получаем лучи энергии как от этого кирпича так и это да уж это сюда и ну да совершенно правильно да то есть у вас вот так здесь получается такая паутина что у нас все кпд остается вот здесь вот то есть поднимается большая температура пока там молекулы эти не внесет ну то есть вот принцип вот этих топок то есть на самом деле это клево они собирались уже не раз с валентин и чем это было испытывал на самом деле клево и красиво это горе даже само горение приятно но и более ярко как она яркая да то есть она самом деле встанет выше вот тоже на красном да 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 это все будет на красном кирпиче здесь будет стоять стекло то есть люди заказчик там жена дети все кто здесь будут находиться от такого большого стекла сюда пойдет тепло то есть лучевое ну и вечером приятно посмотреть на огонек с чашечкой кофе получается кислород на еще и сделать до кислород у нас скорее всего не только чтобы не хотелось ну конечно не одну чтобы не коптилась ну и здесь также чистое стекло будет сделано подача воздуха на обдув потому что температура все равно будет очень большая так и получается шамот на ядро вот это здесь сейчас готовка стоит про да ну вот у нас сейчас вот это послед последний ряд топливника которые сейчас напиливаю мы закончится соберу его потом начну сводить виде свечи свечообразная она будет теперь моя задача собрать из шамотных плит вон они лежат духовку духовку поставить я хочу не просто так как обычно собирается не то есть составляется 6 сантиметров 6 кто 8 до она будет по чистому просто факел бьет вниз и улетает по каналам я хочу это сделать по-другому чтобы она прогревалась равномерно то есть у меня вот эти дымовые горячие газами будут уходить в каналы ну то есть в колпаки в колпаки плюсом будут греть низ и облизывать саму духовку сверху будет дымосборник чтобы сделать и равномерный прогрев и то есть и снизу сюда и будет направление туда еще но получается таблица что он тоже как в колпаке своеобразно будет туда да 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 то есть я сверху свечеобразно максим николаевич вот так вот тут с виду оставлю небольшой узор и здесь у меня по бокам тоже будет у так обувать факел и и это все будут собирать дымосборник это сверху да ну а вот здесь вот у меня будет сверху прочистное отверстие потому что вот здесь вот по центру труба у нас будет с этого края он мы отстреливали чтобы не попасть в эту балку как раз у среди прям в плитирку идет трубы не планируешь чем-то закрывать они такие открытые санс да то есть не проверяться время или там прямых примут это вот вот эту кроме вот этой вот трубы кроме на получается будет в этом в колпаке давлю те на подъеме вот это по крайней мере точным подъемом до канали задние да 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 ну такие символы вот эти вот трубы они сделаны из советской не нержи да то есть и не любую температуру удерживают это в лаборатории сварки я заказывал то есть не искали очень долго мы нашли вот эти трубы вот на одну не хватило то есть они последние такие запасы забирали здесь что-то напеленного тоже интересно да это да здесь вот это вот сделаны такие элементы но это обычные элементы то что делают все печники это просто такое дизайнерское решение захотели сделать задние стороны со стороны бассейна там будет рисунок другой здесь у нас окатыш окатыш здесь я снял снял фаски снял фаски с иркутского кирпича он весь полностью калиброванный то есть задняя стенка будет выглядеть вот так но она будет выглядеть в виде панно то есть вот эти кирпичики которые с фаской будут вставляться в панно да в панно да то есть и сделал я вот такой элемент вот тоже вот такой как багет был да как как виде багета да то есть он будет вот так вот вставляться это просто кусочек это это я заказчику показывал чтобы не делать большой кирпич ну там как вот на той печи рамку большую чтобы не было это массе массивно а выделить то есть у нас будет у здесь запил на сантиметр он будет четко защелкиваться чтобы было это все вот так за под лицо и будет это выглядеть красиво я думаю вот так вот это просто как бы такой примерочный примерочный шаблон да то есть он может быть чуть побольше чуть поменьше получается пилите здесь до пилю и вода не замерзает вода не замерзает растворы растворы готовим все сами полностью то есть глину покупаем песок я сам делаю раствор ну или дмитрий делает то есть проверяем его с раствором кстати как готовить с молочком и да я делаю вот так вот допустим то же самое вот и на липкость его также проверяем вот он остается то есть если мы много раз я у тестирую прежде чем положить также проверяем кирпич на кирпич кладем если маленько не хватает я его довожу до нужной консистенции может кстати сейчас пока здесь это глина отдельно да это отдельно глина туда молоко бери да если сейчас вот так сделаю уже постояла с обеда вот ну обычно я его так определяю вот если мы видим вот такой вот я добавляю сюда вот работаю с мылом добавляю мыло в глиняное молочко здесь мы моем кирпич вот здесь мы моем кирпичем тоже с мылом вот а делаем вот так вот тут ну то есть берем намазали он так прилепили этот раствор был сделан сегодня ну что только закончился учатся даже самому интересно посмотреть на липкость то есть я когда вот так намазываю допустим вкладку я вижу тоже толщину шва то есть три или четыре миллиметра я намазал ну и вот так вот тут то есть в чем мы на разлив проверяем да на разрыв да но даем высохнуть ну даем постоять там допустим минуту 2 примеру потому что кирпич вот только помыты недавно был может часа два прошло назад то есть себе мы с димой проверяем всегда вот это раствор потому что это ну как бы качество кладки самой печи мне за это отвечать потому что объект достаточно дорогой кирпич можете да ну или пока моете влагу себя берет нет я его мы его закладываем минут на 10 на 15 именно иркутский кирпич как только пузырьки у него стоит потому что процессе работы смотришь на замочили смыл пузырьки закончились мы начинаем его мыть полностью потому что он после калибровки это у нас пойдет пока идет на заднюю стенку там фальш стенка потом начнется вот этот вот кирпич вот этот уже с фасками туда ложится ну и на внутренние там рассечки вот этот кирпич приготовлен то есть здесь он просто откалиброван и все без всяких там снятий и все и вот мы проверяем сколько должен выдерживать несколько руки позволит по нет вообще нужно его делать как нужно их в пачку собирать 10 штук и последний кирпичу так подымаешь держишься 10 и 10 все выдержу значит раствор отлично то есть мы можем даже так посмотреть вот я поднимаем он держит то есть блин хорошего качества сделал дороже наши то что мы давали далее первый толчок да конечно не безусловно конечно просто это когда ты приходишь на курсы и к вам в печного мира и на другие курсы я имею ввиду тоже по мячам они очень многое дают на самом деле почему те открывается другое мировоззрение и плюс знание без знаний ты вообще никуда не можешь ну книги книгами практика это вообще другое ну понятно то есть первый шаг потому что но понятно что ты за там пройденный курс не станешь гуру там мастером да нет здесь можно сделать первый шаг сделать первый шаг да я тоже так считаю что без этого шага ты соответственно но не можешь прыгнуть а когда люди хотят обучиться то есть они знают с чего начать начнешь с этого соответственно уже начинаешь вливаться начинаешь знакомиться общаться с друг другом то есть общаться это раз первых это знание это раз какие-то ты для себя ты же все равно что-то впитываю что-то узнаешь это раз во вторых не нужно бояться этой работе самое главное в курсах что зачем ты туда пришел либо себе печку сложить либо начать работать то есть развиваться либо мама отправил даруба да 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 если они тебе нужны то нужно не бояться этой работы не бояться грязи не бояться ничего потому что ну на самом деле вот эта работа ну она меня вдохновляет если честно это клево потому что помимо печей здесь ты получаешь вообще другие еще знания начиная начиная от строительства от фундамента ну и заканчивая там крыши перекрытиями и то есть ты пришел сделать пища ты еще блин еще и крышу там сделал и полы и потолки еще плюсы парилки ты можешь делать если ты это умеешь то есть это дополнительно грубо говоря 100000 ты взял за печь и еще допом ты получил 150 за всякие вот эти вот ну то есть на ровном месте ты работаешь и не нужно бегать там по клиентам 10 печек делать какая разница то можно одном объекте заработать за лето столько же сколько ты бы заработал на 10-15 там малютка просто суеты больше понял дима тебе курсы далее первый толчок не смогли я же шел бы вообще от обратно я же начал заниматься трубой почистными работами изначального понимаю что у меня не хватает знаний читаешь смотришь то понятно но и пошел учиться смотрю высадилась у меня в интернете и печной мир приглашает на курсы сколько прошло время уже три да ты же позже учился на позже миссию что я не буду читать на смотри я не помню честно просто даже вот из опыта но из практики кто приходил учиться в среднем 10-15 процентов людей так скажем идет в эту профессию все что остальные да они откалывались у тебя с курса сколько мне не дня перерыва после 10 человек и вообще не из этого курса работают только вот ногу а кто еще на салтая алексей шипплин там нынче мы ездим с вами он с вами учился учениц он ничего там году люди уже осенью летали ну то есть он занимается также уже также голова потом делится созваниваемся постоянно но тут алексей тоже с группами ты один дачи сделать только один никого лучше вот это не знаю призвание желание дальше развивать 10 остается больше нет даже может даже иметь шинами кто-то вот был там один помню он где только себе печку хочу построить а понимаешь дорого а тут не дешевле эти деньги небольшие отдать вам себе построить ну и себе знания чего заработаешь не хотелось бы наверное здесь закончить хорош еще но этот для зрителей уже алексей с дмитрием делают как это правильно благотворительную работа благодарю да 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 то есть сейчас мы проедем до храма то да там храм до храма там ребята делают отопление этого храма и хотелось бы тоже показать ну и опять же может призывать людей делать добро на какие-то да мы делаем совершенно бесплатно что они вернутся я думаю хорошие дела они всегда незаметны но опять же возвращаются чем-то более высоким и благим дологим да так что сейчас поедем до этого храма посмотрим что мужики делают на объекте милый господи прости о 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